Я хочу обратиться к сокращению, которое у вас на экране, Интерпол. Это структура международного сотрудничества полиции. Вообще-то в мире приняты стандарты, при котором полиция это та организация, которая не вмешивается в политическую жизнь в стране, не занимается политическим сыском, не занимается преследованием в уголовном порядке противников той или иной власти. И сейчас не имеет значения, был наш представитель профессиональнее, лучше, работоспособнее или не был. Совершенно очевидно, что Россия не имеет никакого морального права занимать этот пост. По одной простой причине, что наша полиция политизирована, она превратилась в очень плохую, даже не копию, она превратилась в очень плохое подобие каких-то царских жандармов с политическим сыском и все больше и больше скатывается в методы работы каких-то таких мелких провокаторов, причем даже не по крупному, а по мелким, мелкие провокации. Это тут управление, которое ничем не занимается, кроме борьбы с оппозицией. Это вот разгоны мирных граждан, которые приходят с ленточками и белыми шариками на площадь, а их хватает, лупит дубинами, тащит по асфальту там, помните выражение «крылатые, размажем печень врага по асфальту» и так далее. И не важно, там вот Прокопенко, прекрасный человек, замечательный, может быть он лучше всех там в Интерполе, я не исключаю такого. Прокопчук. Прокопчук, извините, да. Но дело в том, что ведь Россия, как страна, она использует полицию как дубину в политической борьбе, как инструмент, как репрессивный орган. И как же может страна своего представителя делать, как можно сделать представителя такой страны, председателя международной полицейской организации, которая исповедует другие принципы, другие предприятия. Сергей Владимирович, но вам же хорошо известно, кто до этого был председателем Интерпола, кто сейчас оказался в тюрьме по обвинению в коррупции. Представитель Китая. Нет, нет, одну секундочку. Нет, просто Китай тоже не является, мягко говоря, образцом демократического государства. Китай не являлся образцом демократии, вернее, не является образцом демократии, после того, как Си Цзепин решил увековечить свою власть. До этого я просто напоминаю телезрителям, что была реформа Дэн Циаупина, которая, по сути дела, была реализована в регулярной смене власти, в регулярной ротации этой власти, в не более чем двух сроков и без всякого подряд пребывании генерального секретаря на этой должности. И там были заложены абсолютно мудрые принципы, что есть экономика и есть политика. И политика не может вмешиваться в экономику, не может препятствовать вообще священные коровы, которые нельзя пальцем тронуть. И Китай до сего дня жил и продолжает пока еще жить по этим принципам. Поэтому там полиция не выполняет ту функцию, о которой вы говорите. Полиция там совершенно более приличная и порядочная, нежели в России. Я там прекрасно знаю о событиях Термании, там все это мы знаем. Но на сегодняшний день мы видим к тому же, что Россия грубейшим образом нарушает принцип работы полиции. Если наши представители государства совершают, ну как обвиняют нас чуть ли не в терроризме международном, совершают операции боевые на территории великих держав, наших партнеров. Они там травят людей. Они там... Вы имеете в виду сон? Я имею в виду Литвиненко. Я имею в виду дело Скрипаля. Я имею в виду другие события, которые сейчас идут. Вот я имею совершенно безумные заявления нашей полиции по поводу там Браудера. Совершенно даже на уровень бреда они не тянут. И когда Россия сотни раз обращается в Интерпол с просьбой задержать человека, преследуемого по политическим мотивам, ну в общем-то наступает какая-то чаша терпения и переполняется. Вы знаете, и уже Россия ведь сотни раз, Россия отказана в выдаче людей, которых Интерпол и правительство других стран признают политически преследуемым, преследуемым по политическим мотивам. Ну смотрите, вот тот же самый мой собеседник, которого я упоминал, который сидел на этом месте буквально час назад, он в ответ на мои слова, собственно, о том, что... То есть вы занимали мою позицию. У меня такая работа. Значит, в ответ на мои слова о том, что российское государство обращается регулярно в Интерпол с запросом на арест тех или иных людей. И, значит, их арестовывают, вот, например, того же Браудера несколько месяцев назад арестовали в Испании, а потом отпустили... Не будем путать кислый с острым. Секундочку, секундочку. На что он сказал? Ну окей, Россия, пользуясь своими полномочиями, обратилась, значит, испанские правоохранительные органы рассмотрели, разобрались, отпустили. Россия злоупотребляет своими полномочиями. Она прекрасно понимает, что эти люди бежали из страны или уехали из страны ввиду политических преследований. Это прекрасно всем известно. Вот, посмотрите, там тоже дело Ходорковского, где там все объявлены негодяями, преступниками, уголовными людьми, которые много лет заседали вместе с российскими президентами в одних советах. Поэтому Россия злоупотребляет своими полномочиями, злоупотребляет полномочиями обязанности члена Интерпола. Это всем понятно. Сотрудничать с Интерполом надо. Запросы дослать надо. И когда Россия обоснованно требует выдачи тех или иных преступников, ей с удовольствием их выдают. Когда это действительно есть реальное уголовное дело, реальное основание, реальные понятные критерии вот этого международного уголовного права. Никаких проблем. Давайте мы сейчас вспомним последнее время, сколько выдали России преступников, начиная с министра Кузнецова, бывшего, так сказать, заместителя Громова в Московской области, и кончая последними выдачами. Никаких проблем. Есть дело, есть основания. Но когда международное сообщество Интерпола видит, что там, извините, всякие фейки, всякие фейки там подаются, начиная от травителей. Ну вот сейчас по браудеру. Вы же сами занимаете мою сторону. Браудера задержали почему? По формальным основаниям ставили красный сторожок на него, и его схватили. Тут же отпустили. Почему? Потому что нет оснований. Так как же может великая держава злоупотреблять своим правом, подрывать доверие к себе подобными фейками? Вот с тем же браудером. Я многих людей знаю, которые там были задержаны, потом отпущены и так далее. То есть явное злоупотребление вот полномочия Интерпола. Ну и как мы после этого хотим, чтобы наши председатели избрали председатель? Мне кажется, что если бы господин Прокопчук был председателем Интерпола, это разве изменило бы что-нибудь механизм, то он работает все равно сам по себе? Да, конечно, конечно. Я всегда жалел, что я не был председателем комитета по безопасности, потому что все остальные... Вы имеете в виду в Государственной Думе? В Государственной Думе, да. Почему? Потому что председатель комитета, он определяет процедуру заседания, порядок и повестку. И имеет слово на Совете Думы. Точно так же и Прокопчук, будучи президентом Интерпола, мог бы серьезно влиять на порядок, на повестку, на очередность и так далее и тому подобное. Конечно, председатель есть такая крупная, есть серьезная процессуальная фигура, от которой очень много зависит. Замы нет. Да, вот работает там Прокопчук замом, и видим, он профессиональный человек, видим, мы им там довольны, видим, у него есть там преимущества профессиональные над другими людьми. И к нему там, наверное, хорошее отношение, иначе бы он не был фаворитом. А вот сейчас на должность председателя никак не имеет никакого значения профессиональные и личные качества Прокопчука. Он, может, самый лучший там. Но он представляет Россию, которая злоупотребляет политизацией полиции, которая превратила полицию в политическое орудие, которая криминализировала... У нас что творится с КАПом? Кодекс административных правонарушений превращен в инструмент репрессии. Это вообще ни в одной стране мира такого нет. У них Китай приводите. Такого там нет. У нас по КАПу там люди сидят по два, по три месяца, поражаются в правах на годы, арестовывают их просто там, кого за фамилию, кого там за славную какую-то там историю и так далее. Посмотрите, что происходит в судах, что происходит. Ведь полицейские поддерживают в судах фейковое обвинение. Они пишут липы в аэропорта. Они дают лжесвидетельство. Они вообще там вспоминают то, что невозможно вспомнить через полтора-два года. И вы хотите, чтобы представитель российской полиции возглавлял международную полицейскую организацию? Теперь, после того, как это не случилось. Я считаю, что мне очень жалко, мне очень стыдно, что в России такая полиция. Я глубоко убежден, что у нашей полицейской ничуть не хуже, а может быть и лучше многих других полицейских, и смелее, и отважнее и так далее. Но, как система сейчас полиция деградировала, она полностью является инструментом внутриполитической борьбы. И более того, у нее главная задача не защита народа от преступности, смею утверждать, а защита власти от народа. Теперь, после того, как это не произошло, господин Прокопчук не стал президентом Интерпола и будет оставаться вице-президентом еще, насколько я понимаю, около года. Не кажется ли вам, что политические отношения Российской Федерации к этой организации изменятся? А что это поменяет? Это поменяет то, что Российская Федерация из-за того, что ее... Не будет подавать запросы в Интерпол? Будет. Ну, из-за того, что ее представитель по политическим мотивам не победил, также политически перестанет сотрудничать. Знаете, мы, может быть, и рады что-то там сделать, только у нас нет таких возможностей. Потому что интернациональная мафия работает, работает. Контрабанда работает, международные преступные синдикаты работают. Работают террористические подполья, в различных данных работают. Есть миграция и побег преступников, уголовных, реальных убийц, грабителей, насильников. Есть. Значит, все равно придется работать. Все равно придется сотрудничать. Никуда мы от этого не денемся. Есть объективные реалии, которые мы... Мы можете рады там сейчас повыпендриваться, но мы, извините, мы уже даже не сверхдержава давно, и уже даже не страна первой десятки, к сожалению. Мы уже по ВВП, по объему, и по населению вылетели с первой десятки, и продолжаем уходить, так сказать, в конец второй десятки. Поэтому что вот нам надо как-то там... Может, на себя обратить внимание, полицию поправить, провести реформу настоящую, а не как в 2010 году, вот эта фейковая реформа. Навести порядок в судах, дать им независимость процессуальную, а не назначать президентом каждого судью. Может быть, нам просто, так сказать, там начать, наконец-то, менять власть путем выборов, а не путем революции, потрясений, которых у нас, по-моему, больше всех в 20 веке. Это уже... Не-не-не, а что, у нас четыре революции? Большая. Назовите мне еще страну, где четыре революции в одном веке было. Франция? Не было. Но я имею в виду 20 век. А, окей. Извините, Франция, это чуть раньше. Да. Благодарю вас. Спасибо большое, что приехали к нам в студию. Полковник запаса ФСБ, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков в московской студии. Артевиай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова